Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Интенсивность боевых действий снизилась, но люди гибнут. Сегодня ровно три года Минским мирным соглашением. Документ, который вместился на четырех страницах, контактная группа подписала после 17-часовых переговоров лидеров Украины, России, Германии и Франции. Кроме полного прекращения огня, договаривались об освобождении всех пленных на пятый день после отвода тяжелого вооружения от линии фронта и проведении местных выборов по украинскому законодательству. Однако до сих пор более ста человек находятся в плену и украинские военные восстанавливают контроль над территориями, которые занимают так называемое ЛДНР, вопреки Минским соглашениям. В МИД Украины процесс затянувшийся на годы вместо месяцев объясняют тем, что Россия не выполнила ни одного пункта, так как заинтересована в войне и дестабилизации. По данным Минобороны Украины и ОБСЕ, на Донбассе погибли около трех тысяч военных и более двух с половиной тысяч мирных жителей. Режим прекращения огня нарушается по всей линии разграничения. Из минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по позициям украинских военнослужащих. За сутки в штабе АТО зафиксировали девять прицельных обстрелов опорных пунктов армейцев. Под ударом оказались укрепления вблизи Авдеевки, Толоковки, Водянова и Широкина. На Луганском направлении неподалеку от Зайцева. Никто из украинских военных не пострадал. В Украину пришло похолодание. Синоптики обещают в ближайшие дни снижение температуры во всех областях, кроме южных. В Приазовье выпало до пяти сантиметров снега. Погода менялась весь день. Снег чередовался с дождем. На дорогах и тротуарах гололедица. Как справляются со стихией коммунальные службы, видел Максим Гробовский. С сухими ногами и не скользя. Мариупольцы хотят передвигаться безопасно и с комфортом, невзирая на все погодные сюрпризы. Но сегодня со своими обязанностями коммунальщики не справились. Жалуются некоторые горожане. Не посыпано, не убрано. Дороги, сами видите, какие. Это утром, а потом как-то исправились? Ну да, дворники вышли, расчистили. Но это уже было не так давно. Я на работу шла сегодня. И ничего я не встречала ни трактора, ни машины, ни посыпально, ни уборочной. Даже проспект строителя, считайте, центральный, ни одной машины нет. А вот таксист Валерий всю минувшую ночь провел за рулем. Уверяет, работу снегоуборочной техники видел своими глазами. Видели здесь, раза три проезжало. Три машины туда, потом три обратно, с мигалками, с песком. Нормально. Ездили, они чистили машины и плюс еще песком посыпали. Машины работали. Впрочем, обе стороны соглашаются. Главное не количество техники, а результат. Как утверждают коммунальщики, одновременно убрать полностью весь город невозможно. Работают по специальному плану. В первую очередь, генеральные направления – это маршруты движения людей к рабочим местам. Наиболее маршруты скопления людей. Это подходы к школам, к больнице. Это прежде всего. Но вообще у нас все расписано, график есть. И по мере уборки мы продвигаемся дальше, вглубь района. По данным синоптиков, снижение температуры связано с циклоном, который пришел из Средиземноморья. В прошлые сутки он располагался над Балканами, а вот ночью и сегодня он у нас подошел к нашему Азовскому морю. А выход южных циклонов всегда сопровождается усилением ветра, сильными осадками. Ну, в данном случае сильным снегом, потому что температуры были отрицательные. И если в Донецкой области температура днем будет около нуля, то в Луганской синоптике прогнозируют снижение до минус 11 градусов. Впрочем, в гидромедцентре обещают, что период минусовых температур будет недолгим. С 15 февраля снова ожидается потепление. Максим Гробовский, Артем Коробецкий, Виктор Дедов. Специально для телеканала «Донбасс». В Мариуполе полностью закрыты на карантин 4 школы. Еще в 17 занятия отменили в некоторых классах. Об эпидемии вирусных респираторных инфекций речь пока не идет, заявляют медики. Но не исключают, что в ближайшие дни количество заболевших может увеличиться. Как школьники будут наверстывать учебную программу, выясняла Елена Уланова. В классах Мариупольская школа номер 16 пусто. Она закрыта на карантин. Так решил педсовет. После того, как в один день по причине болезни на занятия не пришли сразу 20 учеников. Первоклассники с температурой были 39. Болела горлышко у детей. Некоторые попадали в больницы. Ставили им даже капельницы. Поэтому со 2 февраля мы закрыли первые классы. А с 6 февраля на вынужденные каникулы отправили всех учеников. Чтобы не отстать от школьной программы, во время карантина они обучаются дистанционно, говорит преподаватель младших классов Татьяна Латюк. Она сама разрабатывает задания для своих второклассников. Детки, которые остаются иногда одни дома, подключаются к скайпу и хотят, ну хотя бы живой голос учителя услышать. Поэтому мы иногда даже объясняем природоведение. Сейчас мы проходим по программе табличку умножения на 4. Большинство пациентов Центра медико-первичной помощи номер 2 – дети. С начала недели уровень заболеваемости увеличился. И это связано с погодными условиями, говорят медики. Эти плюсовые температуры, плюс 1, плюс 3, они способствуют размножению этого вируса. Если бы был больше мороз, то, конечно, заболеваемость и распространенность, она бы уменьшилась. Вирусы бы погибали. По данным Донецкого благосадминистрации, заболеваемость школьников гриппом и острыми респиратурными заболеваниями превышает эпид-порог на 60%. Всего в области закрыто на карантин 123 школы. Елена Уланова, Сергей Чакрыгин, телеканал Донбасс. Экстренные роды, сердечный приступ и поражение электрическим током. Врачи скорой помощи и медицины катастроф соревновались, кто работает быстрее и эффективнее. Первый областной чемпионат прошел в Краматорске. Всех ли спасли и кто победил, знает Алексей Куделя. Более 30 врачей скорой помощи со всей области собрались в Краматорском центре медицины катастроф. Здесь прошел первый областной чемпионат среди медицинских бригад. Задания разные и неожиданные. Экстренные роды, удар током, травмы придорожной аварии и сердечный приступ. Экстренную помощь важно оказать не только быстро. Судьи также оценивают последовательность и правильность действий. На все это у врача скорой помощи есть всего несколько минут, поэтому такие занятия медикам просто необходимы. И подобные чемпионаты уже давно проводят во многих странах мира. Самое главное для бригады скорой помощи между работой реальной не быть в состоянии покоя, а быть в состоянии обучения. Бригада постоянно должна учиться. А когда они собираются все вместе и конкурируют с друг другом, они очень хорошо видят свои слабые и сильные стороны. Они обмениваются опытом, они понимают над чем нужно поработать. На чемпионат области отобрали 10 наиболее опытных бригад скорой помощи со всех крупных городов региона. Победу одержали врачи из Лимана. Теперь они будут представлять Донецкую область на всеукраинском соревновании в Тернопольской области в конце февраля. Алексей Куделя, телеканал Донбасс. Она мечтает заниматься гимнастикой и кататься на коньках, но врачи запрещают ей даже вставать с кровати. У пятилетней Риты из Славянска дисплазия суставов, одно неосторожное движение и вывих. Заболевание у ребенка врожденное. Можно ли помочь, рассказывают мои коллеги. Здесь четко видно, что вот головка в суставе, а вот головка вне сустава. Наступать на ногу пятилетней Маргарите нельзя. У нее вывих тазобедренного сустава. Не кататься, не скакать толком, лишь только и знаешь. Маргарита нельзя, Маргарита нельзя. А это очень хочется. Девочки делали массаж и электрофорез. Месяцами она носила специальные конструкции, но болезнь не отступала. Наталья обратилась за помощью к харьковским ортопедам. Около полугода тому назад ребенок стал хуже ходить, быстрее вставать. То есть какая-то хромота появилась и стала обращаться уже повторно. Сказал, да, все это лечится, все это мы можем исправить без проблем. Врачи рекомендовали делать операцию. Маме пришлось искать десятки тысяч гривен, при том, что денег в семье нет. Вот на данный момент одни медикаменты и пластины, которые нам зафиксировали, они 22,5 тысячи вышли. Я воспитываю ее одна, поэтому мне самой не потянуть этого. За помощью обращалась в разные благотворительные организации, но помогли только в одной. Последняя надежда оставалась в фонд Рената Ахметова. И там откликнулись, там нам помогли. Гуманитарный штаб предоставил необходимые для операции лекарства и протез. С помощью вот такой пластины врачи закрепили ребенку тазобедренную кость. Операция длилась 5 часов. Когда она срастается, то пластина удаляется. Она не последняя, думаю, пациентка, которой эта помощь оказана. Помощь оказывает Ренат Ахметов, его фонд. Адресную помощь гуманитарного штаба на лечение получили более 10 тысяч человек. Половина из них дети. Если бы не помощь Рената Ахметова, естественно, очень сложно было бы. Очень сложно, поэтому я очень благодарна. Маргарита уже готовится к выписке. Дома немножко побуду, и сюда опять гипс снимать. Не унывать помогают любимые игрушки, а дома ее уже ждут родные. Мой дядя, бабушка и Жаня, кошка. Маргарита постоянно спрашивает маму лишь об одном. Можно я буду ходить на гимнастику? Ну, давай, говорю, сначала полечь в ножку, посмотрим, как с ней будет. Все хорошо, тогда подумаем уже насчет гимнастики. Инна Желенко, Ростислав Сысоев, Анна Бравко, Игорь Лукашев для телеканала Донбасс. Сегодня началась Масленица. Праздник теплый, веселый, семейный и, главное, вкусный. Большинство хозяек в эти дни будут печь блины. Во сколько обойдется угощение, подсчитала Яна Миронченко. Нина Филипповна возле плиты с самого утра. В первый день Масленицы на блины женщина ждет детей, внуков и правнуков. У меня все любят блины, а дочка особенно. Дочка любит с печенкой, допустим, ну, с мясом. А все остальные и с творогом. В творог ложу там, этот, изюмчик, орехи грецкие. Рецепт у Нины Филипповны простой. Яйца с сахаром, к ним соль и ванилин, молоко и мука. Все тщательно сбить, чтобы не было комочков, добавить растительное масло, дать тесту отдохнуть. И на сковороду. Наверное, лет 50. Сколько мы уже живем? Вот, ну, живем-то мы больше с мужем, ну, уже 54 года. А сковородке лет 50. Вот я на ней все время только блины. Больше ничего я на ней не делаю. Чтобы блины получились румяными и ароматными, нужно добавить секретный ингредиент. Любовь. Его в магазине не купишь. Зато все остальное, пожалуйста. 23 гривна. Это домашнее молоко? Домашнее. Баночка 50 гривен. Держите, 27. Итак, литр молока, килограмм муки, сахара, десяток яиц, сметана и полулитра подсолнечного масла. В среднем обойдется в 150 гривен. Какая в блинах будет начинка, каждая хозяйка решает сама. Полкилограмма творога стоит около 30 гривен. Мясо более 100 гривен. А банка красной икры около 200. Яна Миронченко, Сергей Чикрыгин. Специально для телеканала Донбасс. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Наш выпуск окончен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин